Добрый день! Вы смотрите новость на телеканале ЮЭТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Один украинский военный погиб этой ночью на Донбассе. С начала суток российские наемники трижды нарушили тишину. На Луганском направлении обстреляли из минометов украинские позиции возле поселков Жилобок и Новотошковская. На Донецком Гнутово, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили тишину. В частности, активизировался противник на Луганском рубеже. Окупанты провели четыре прицельных обстрела. С 14.00 обстреляли из гранатометов защитников Луганского. Позже выпустили более 15 мин из минометов калибром 120 и 82 мм. Применили вооружение БМП, гранатометы различных типов и зенитную установку вблизи хутора Вильный. С 22.00 в течение получаса защитники Новолуганского зафиксировали несколько разрывов вражеских мин калибром 120 и 82 мм. Работа парами и эвакуации подбитой техники. Учения танкистов прошли в Донецкой области в зоне проведения операции объединенных сил. Военные отработали тактику наступления и поражения целей с дальней дистанции, преодолевали водные преграды с помощью понтона, а также в танковых парах упражнялись в так называемой карусели. Экипажи учились прикрывать друг друга, поочередно стреляя в условного противника. По словам командования, подразделения справились на отлично. В 147 военнослужащих 5-й слобожанской бригады Носгвардию Украины приняли присягу в Харькове. Месяц назад ребята пополнили ее ряды, часть призвали, часть пришли служить по контракту. За это время они прошли курс молодого бойца, теперь полностью готовы к службе. 5-я слобожанская бригада старейшая в Украине. В 2020 году ей исполнится 100 лет. Ее бойцы выполняют задания от охраны общественного порядка и важных государственных объектов до службы в зоне операции объединенных сил. Шестеро из тех, кто принял присягу – девушки. Я решила это для меня, в первую очередь, потому что я люблю физически активной быть и чтобы внести свою лепту в нашу страну, защитить, помочь, подсказать. Я иду в патрульный батальон, поэтому я буду в патруле патрулировать. Ракета-носитель «Антарес» успешно стартовала в США. Ее основная конструкция первой ступени разработана и произведена в Украине. Запуск состоялся с американского космодрома «Уолопс» в Вирджинии. Событие транслировало НАСА. Корабль доставит на Международную космическую станцию более трех тонн груза. Его прибытие ожидается 19 ноября. Ранее запуск ракеты-носителя «Антарес» с украинской ступенью состоялся в мае. Готовая авиационная мощность. Готовая ТВС. Готовая лептокс. Один человек погиб, 47 ранены во время акции протеста во Франции. Объединение автомобилистов, которое называет себя «желтые жилеты», выступает против высоких цен на бензин и повышения налогов для водителей авто. Демонстрации проходят более чем в 600 французских городах и коммунах. В департаменте «Савоя» женщина везла свою дочку к врачу, когда увидела толпу протестующих, которые пытались помешать ей проехать. Запаниковала и въехала в людей, в результате чего погибла протестующая. В Париже активисты собрались рано утром возле городского автобана. К ним присоединились и таксисты. Акция в столице будет продолжаться весь день. Демонстранты планируют медленно ехать по парижскому городскому автобану, затрудняя движение. «Это общее отчаяние. И более того, мы здесь из-за высокой цены на дизель». «Я здесь, чтобы поддержать движение «желтые жилеты». Хватит. У нас слишком много налогов. Грустно, что страна выбирает это направление. Скоро здесь будет невозможно жить». Обломки пропавших год назад субмарины «Сан Хуан» аргентинских военно-морских сил обнаружили в Атлантическом океане. Она исчезла с радаров в ноябре 2017-го. На борту было 44 человека. Поиски подводной лодки оставались безуспешными. Субмарину обнаружила специальное поисковое судно американской компании «Оушен Инфинити». Подробности расскажет Анжела Лешко. Это родственники погибших членов экипажа подводной лодки «Сан Хуан» аргентинских военно-морских сил. Узнав, что обломки субмарины обнаружили, они собрались на протест, обвиняя правительство Аргентины в бездействии во время поисков. «Мы сидели за обеденным столом с моей мамой, когда пришло сообщение от командования субмарины, что объект, который обнаружили вчера, была «Сан Хуан». Мы не могли в это поверить». Военно-морские силы Аргентины совместно с 13 странами прекратили поиски спустя несколько недель после пропажи лодки, ссылаясь на нехватку финансирования. Обломки «Сан Хуан» нашло специальное поисковое судно американской компании «Оушен Инфинити». Объект, который нашли вчера, это подводная лодка «Сан Хуан». Обнаружили ее на глубине 800 метров. Подводная лодка «Сан Хуан» пропала 15 ноября прошлого года на пути из порта Ушуая в город Мальдельплата. На борту находились 44 человека. Когда экипаж последний раз выходил на связь, сообщал о коротком замыкании и пожаре на борту. Вскоре после этого в южной части Атлантики произошел взрыв. Анжела Лишко, ЮАИ-ТВ Благотворительная барахолка. Кураж Базар открылся в Киеве. Впервые вход бесплатный. Свои товары привезли около 350 продавцов. На вырученные деньги организаторы ко Дню Святого Николая купят подарки для детей, которые встретят этот праздник в больницах. Кураж Базар будет работать до 18 ноября. Помимо барахолки у нас классный фудкор с ресторанными брендами. Где-то их в штук 40 у нас стоит. Ну и плюс очень много активностей. Также сегодня у нас будет классный лекторий. В лектории у нас около 10 лекторов. Это и бизнесмены, это и врачи, это и стартаперы. Это абсолютно разные темы. Лекторий тоже бесплатный. А завтра у нас будет кинотеатр. Первый Кубок Украины по смешанным единоборствам проходит в Киеве. На него съехались более трех сотен спортсменов из 22 областей Украины. Поединки проводятся в пяти возрастных категориях. Самым младшим участникам 10 лет, а самым старшим 18. По словам организаторов, к участию допускаются те, кто ранее не имел опыта профессиональных поединков. Это первое соревнование уровня Украины. Это первое соревнование уровня Украины. Американца Хорхи Диаса. Бой состоялся в Филадельфии. Соревновались спортсмены во втором легчайшем дивизионе. Вначале атаковал Диас. Но со второй половины поединка Хигай начал прессинговать оппонента. Все трое судей единогласно отдали победу украинцу. Из 15 встреч на профессиональном ринге это уже 14-я победа Одессита. 9 из них добыты нокаутом. На счету Хигая одна ничья. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала uetv.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей уже буквально через пару часов. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok